Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели, слушатели Финам-ФМ. Программа «Сухой остаток» в эфире. Меня зовут Олег Дмитриев. Итак, сегодня рассуждаем на тему, что может повысить аппетит к риску. Замечательная тема, да, и вообще разговоры об аппетите в 6 часов вечера. Более чем актуально, я хочу сказать. Будет он к риску или не к риску. Сегодня у меня в гостях Константин Комиссаров, управляющий активами ЛОКО Банка. Добрый вечер, Костя. И Алексей Павлов, независимый эксперт. Леша, добрый вечер. Добрый вечер. Как у вас дела? Дела как ваши? Ну так, как у всех. Как у всех? Большого аппетита к рискам нет. Нет, вот. Именно поэтому мы сейчас и поговорим о том, что же может повысить этот самый аппетит к риску. Итак, уважаемые слушатели. Традиционный анонс. Во-первых, телефон в студии 6510-996. Вы звоните, как всегда, и рассуждаете, спрашиваете, отвечаете. Также сайт finam.fm. Там в электронном виде вы то же самое делаете. И последнее новшество целую неделю уже. Мы с вами видеоретрансляцию наблюдаем на сайте finam.ru. В разряде вебинара, так называемого, или онлайн-семинара, вы видите то, что происходит сейчас в студии нашего радио. И, соответственно, также можете задавать вопросы. Я вот их здесь вижу, читаю. То есть присоединяйтесь к нашему разговору непосредственно. Так, ну и традиционно давайте я начну с того, что нарисую картину маслом. В Москве 18.05. Американцы уже торгуются и делают это второй день как. И хочу вам сказать, делают это неплохо. Но 18.05 в Москве. Dow Jones плюс процент. 13.231 в моменте. S&P 500 плюс 0.7 процент. 14.23. Вон что. Наши ребята тоже неплохо себя чувствуют. Было хуже. Было хуже недалеко. По крайней мере до бизнес-класса я заглянул, а там было все красненьким. А сейчас смотрите что. RTS 1441 плюс 0.5 процента. MMVB 1430 плюс 0.3 процента. Ну, по крайней мере уже выше ватерлинии. Brent 0.107.39. Немножко теряет она, да, по сравнению со вчерашними. Золото туда-сюда сходило. Кстати, золото обновило недельный максимум. 1.123 было сегодня. Сейчас немножко корректируется. Но индикатор валютного рынка. Пара евро-доллар. Пыталась сегодня к 1.29 сходить. Сейчас отскочила. В моменте 1.29.70 ее котировка. Основной набор голубых фишек. Ну, барабанную дробь я сейчас позволю себе изобразить. Ну, хотя не буду, ладно. Роснефть прибавляет 5%. 244 текущие. Боже мой. Боже мой. Что творится? Все остальное скучно, конечно. Даже не хочется называть. Но Роснефть. Леш, ты заулыбался, я смотрю. Поэтому хочешь рассказать, что происходит с Роснефтью? Ну, мне кажется, все та же самая история. Все та же самая? Все та же самая, да. Не, ну, пару дней поросла и хватит. Куда же уж больше. Ну, на вялом безидейном рынке, в принципе, там же цена какая была. 250, да, выкупа озвучена. Ну, вот, может быть, потрогают. А там тогда и хватит уже. Я согласен. Да, ну, я вспоминаю просто, да, когда вся эта история случилась. Мы тут обсуждали с вашими коллегами цели, как минимум, краткосрочные. Вот 245-250 как раз называлась эта цель. Ну, и практически она достигнута уже. Кость, ты что думаешь по Роснефтью? Ну, надо еще добавить, что в моменте наложилась достаточно неплохая отчетность за 9 месяцев. Хотя, насколько я детально не успел посмотреть, но, насколько я понимаю, это абсолютно ожидаемая вещь была. Потому что второй квартал все нефтегазовые компании попали в так называемые ножницы Кудрина. Когда, да, да, да. Ты поподробнее. Кудрина нет, а ножницы его живут. Ножницы Кудрина. Если бы не знали, кто был Кудрин, я бы подумал, речь идет о цирюльнике неком. Ну, смотрите, смысл состоит в том, что вы продаете нефть по текущим ценам на рынке, а налоги вычисляются по средней за 2 месяца. Соответственно, когда произошла ситуация, цены на нефть упали, но прошлое за 2 месяца была высокая. В втором квартале все попали в ход вот этих ножниц. А в третьем квартале случилась обратная ситуация, что сейчас добавит прибыли абсолютно всем нефтегазовым компаниям. Ну, просто по Роснефти вот этот хороший сентимент и наложился еще вот этот фактор. Ну, то же самое мы увидим и по Лукоилу. То же самое, кстати, на операционном уровне по Сургутнефтегазу уже по расовской отчетности видно. Ну, то есть здесь такие общие отраслевые бренды специфика. Истории такие, да? Ну, что же, уже хорошо. Уже хорошо. Ну, давайте, собственно, начнем. 5 минут у нас осталось до финала первой части. Достаточно для того, чтобы интродукцию некую обозначить. Леша, давай с тебя начнем. Итак, что же может повысить аппетит к риску на финансовых наших площадках, ну, как минимум, в ближайшие несколько дней? Давай отсюда начнем. Ну, вопрос такой, как вам сказать, довольно каверзный, да. Ну, можно какой-нибудь банальный ответ сказать, что если вдруг какой-нибудь рост там на Западе образуется, то вот тогда это повысит там аппетит. Не, подожди. Во-первых, это не банальный, это нормальный. А с другой стороны, от чего он вдруг этот рост на Западе? Ну, вот, да. Вопрос только, от чего он там вдруг образуется. Ну, собственно, вот в ближайшее время мы там ждем результатов, ну, выборов и их результатов в Америке, соответственно. Я, конечно, как бы там не склонен говорить там, что вот там приход Ромни там или то, что останется Обама в власти, там, это там хорошо или плохо для рынков. Вот, я вообще, честно говоря, мне кажется, это не столь сильно влияет. То есть рынку все равно, кто придет к власти? Ну, скажем, не, на мой взгляд, в долгосрочной перспективе, ну, там, хотя бы в среднесрочной перспективе, это, в общем-то, индифферентно. Но вот в краткосрочном, в моменте, да, то есть ситуация, причем с приходом власти, там, одного и другого могут как-то там попытаться обыграть. И в позитивном свете, ну, потому что как-то и Америка, в общем-то, там некий спад наметится на американском рынке, хотя, конечно, в целом там за год он растущий, но все равно здесь это локальная коррекция. Поэтому может быть просто вот это событие, причем, да, опять-таки, повторюсь, там, не важно, кого выберут, оно может стать поводом к тому, что вот будет некий отскок. Ну, опять-таки, это все в моменте, я пока там не очень понимаю, что бы могло там рынки в среднесрочной перспективе, особенно российский рынок, вот из этого там унылого, сползающего боковика вывести. То есть ты не видишь таких, да, предметов, кость? Вы знаете, мне кажется, более сейчас корректно говорить не про общую динамику рынка, потому что дело в том, что корреляция с иностранными рынками очень маленькая, и нету притоков свежих денег, и статистика это показывает. Но в то же время мы видим, что какие-то отдельные истории, они находят отклик в сердцах инвесторов, та же история с Роснефтью, та же вот история размещалась клиника мать и дитя, там, по 30 ебиды, переподписка в три раза, там, за несколько дней разлетелась. А с чем вдруг это связано? А это связано с тем, что, на мой взгляд, инвесторы готовы смотреть качественные активы, Ну, то есть нет нормального предложения, да, что уже... Да, да, ну, а если вы посмотрите, промсвязь банк не смог даже ниже одного капитала своего привлечь, даже там не смог, насколько я понимаю, собрать более-менее внятный объем предложения. То есть вот эта вся история, она показывает, что если мы берем общерыночный тренд, то здесь скорее настроения такие достаточно пессимистичные. Ну, какие-то отдельные такие узкие истории, в принципе, они могут как-то отыгрываться. Отдельные узкие истории, то есть в любом случае мы вот... О заявленной теме, да, сегодня, ну, вот здесь, по крайней мере, да, о заявленной теме мы говорить не можем. Поповести аппетит к риску глобально, ну, или как минимум среднесрочный, да, поводов просто нет никаких. Глобальный аппетит к риску наблюдается на американском рынке. Он медленно, ну, на мой взгляд, он все же протестирует исторические хаи седьмого года, там в какой-то среднесрочной перспективе, там, может, к концу года, может, в начале следующего года. Но все, что касается развивающихся рынков, такое ощущение, что инвесторы в целом не верят в эту историю, не видят каких-то глобальных интересных идей. Поэтому, да, какие-то точечные вещи, пожалуйста, готовы за 30 ебеды взять. Все остальное, Газпром, там, условно говоря, тот же самый, не нужен никому, там, по 4 пинает. И за 3, там. И за 3 не нужен, по сути дела. Кстати, Газпром сегодня продолжают сливать, и... Куда? Куда придем, Леша? Ну, ниже нуля не опустимся, однозначно. Да, это внушает оптимизм. Да нет, ну, мне тоже, конечно, движение довольно сильное, то есть с точки зрения вот такого, там, грубо говоря, чисто технического фактора, наверное, уже, там, кто хотел, продал. Вот, может быть, там, в моменте стабилизируется. Хотя, конечно, то есть Газпром такая бумага, она может во многом зависеть от настроения рыночных. Продолжит дальше рынок падать, и Газпром может вместе с ним сползать, но, наверное, не так быстро, как последние, там, пару дней. Ну, даже вот сейчас в моменте, тем не менее, мы наблюдаем, все-таки рынок-то отскакивает, наш отечественный, вместе с, да, с американцами. Вот СИПИ тут радостно как-то поднялся. А Газпром продолжает сливать. И 143, вот я смотрю, уже. Сегодня ниже был он. Был ниже. Был ниже. А 143. Значит, понятно. Вот он, да, долгожданный разворот. Я понял. Ладно, значит, ну, давайте я вопрос тогда, что ли, задам. Как-то вы не настроены сегодня аппетитик риску, я смотрю, говорить. А придется все равно, придется, никуда не денете. Значит, мнение Никиты. Очень любопытно себя ведет рынок. Нефть сегодня падала с ГЭПом аж ниже 107. А после выхода американской статистики, евро стал подрастать. И рубль укрепляться даже при таких низких ценах на нефть. Если рынок это люди, а люди это психология, не считаете ли вы, что психологический рынок похож на сжатую пружину сейчас? И готов к росту. Любой позитив отыгрывается ярче, чем негатив. Философ у нас Никита. Никита наш философ. Знаете, вот пружина как бы есть, это внутренняя упругость, сила упругости. С этой стороны она разжимается. Но если пружину очень долго сжимать, разжимать, то в какой-то момент уже можете не разжаться. Поэтому вопрос как бы, да, рынок похож на сжатую пружину, да. Но, в общем-то, не деформировался ли он уже совсем, эта пружинка. Ну и, кстати, пружина, да, она разжимается и может в любую сторону выстрелить. Ладно, мы прерваемся, сейчас мы слушаем новости. Итак, продолжаем. В эфире Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем возможные поводы для того, чтобы риск-аппетит повысился. Да, что может повысить аппетит к риску на финансовых площадках. Сегодня в гостях Константин Комиссаров, управляющий активами Локобанка, и Алексей Павлов, независимый эксперт. С ними мы обсуждаем эту тему, но, помимо них, еще участвуют, как всегда, в обсуждении любой темы наши слушатели. Слушатели Финам.ФМ, они звонят по телефону 6510-996, код Москвы-495. Они пишут нам на сайт финам.фм. И, более того, теперь в режиме реального времени они наблюдают за всем, что происходит в студии Финам.ФМ. Для этого надо зайти на сайт финам.ру, зарегистрироваться. Это онлайн-семинар и, собственно, вопросы оттуда. Я тоже читаю и озвучиваю в эфире. Ладно, никак я не могу расшевелить сегодняшних гостей. Вот нет у них, собственно, ожиданий улучшения аппетита к риску. Ну, а так ты аппетит есть хотя бы, Леш? Да так не жалуюсь. Ну, ты выглядишь неплохо, я тебе хочу сказать. Спасибо. Спасибо, Олег. Взаимно, симметрично. Мне кажется, единственная тема, которую сейчас рынок может отыгрывать, это то, что статистически ноябрь-декабрь – это благоприятные для рынка месяцы. Ну, ровно как и январь-февраль, наверное. Соответственно, вероятность того, что вот на этом горизонте 4 месяца рынки будут повыше, чем сейчас. Она существует, и, наверное, эта вероятность больше 50%. А в чем, вот ты говоришь, специфика? Ноября, декабря, января, февраля – что здесь? Там масса факторов. Обычно это объясняют тем, что психологические управляющие не очень готовы портить себе картину под конец года, под Новый год. Соответственно, кто-то ожидает каких-то там выплат, бонусов и прочего. Ну, скорее всего, явно не по этому году, но тем не менее. Ну, вот замечено, что в подавляющем большинстве случаев рынок имеет такую сезонную картину. Ровно как в мае он падает. Ну, вот, соответственно, мне кажется, это та тема, которую рынки могут отыгрывать в какие-то ближайшие время недели. Но уж сработает это, не сработает. Мне кажется, что очень многое будет зависеть все же от бумаг, от отдельных. И мы можем увидеть достаточно поразительную картину, что там, предположим, Газпром останется на низах года, а Сбербанк будет расти. Потому что сейчас, конечно, инвесторы очень внимательно смотрят на все вот эти вещи, которые происходят вокруг компаний, там корпоративные события и прочее, прочее. Я понял, я понял. Ну, в любом случае, да, если мы говорим о некой сезонности, то это нечто иное, чем пресловутый аппетит Кристо. Да, это иное, да. Ну, это несколько иное, да. Но, опять-таки, вот к вопросу о сезонности, да, там, то, о чем говорит Константин, ну, собственно, там, самые яркие выраженные вещи, которые, как бы, тоже статистически значимые, да, то есть, имеет место факта, это его самая предновогодняя ралли. И Кабр просто тоже. Если просто посмотреть статистику, там, допустим, той же Америки, на которую все любят равняться, посмотреть, как себя ведет, там, рынок каждый год, каждый месяц, там, в течение долгого промежутка времени, то, кстати, очень хорошо видно, что вот предновогодний ралли, оно в целом есть. Очень часто в декабре рынок растет. А, кстати, например, президентского ралли нет. То есть, в годы, там, президентских выборов идет, месяцы президентские, там, в общем-то, динамика, она ничем не отличается в среднем, да, по статистике, допустим. У динамики, там, в годы нет президентских выборов, к примеру. А вот предновогодний ралли, да, то есть, ну, собственно говоря, тут вопрос, конечно, с точки зрения статистики, понятно, что он довольно спорный, но в это уже многие верят, на это много играют, как бы, и получается, там, некая такая рефлексивность, что ли. Ну, и слава богу, пусть это будет рефлексией, но в любом случае она дает возможность заработать, наверное, на это надо уповать-то прежде всего. Будем надеяться, что даст. Ну, давайте, на декабря все-таки есть время, а не далее, как через неделю выборы в Соединенных Штатах Америки, не далее, как завтра статистика по рынку труда, вот от этого мы, на этом мы можем что-то увидеть, Кость? Ну, обычно статистика по рынку труда определяет, на мой взгляд, сентимент экономический на месяц вперед, потому что в случае... Но следующей статистики, собственно. Да, да, то есть это, на мой взгляд, такой основной фактор, тем более в текущих условиях, если вот эти payrolls выходят лучше ожиданий, где-то на уровне там 170 тысяч, мне кажется, это может задать позитивный импульс, но опять-таки мы видим очень слабую корреляцию между их рынком и нашим рынком. И, на мой взгляд, наиболее адекватное объяснение этих процессов, что в условиях пересыхания глобальной ликвидности... То есть, понимаете, одна ситуация, когда денег много, и инвестор уже там начинает думать, а вот что бы мне еще такого учудить? Прикупить. А давайте-ка в России что-нибудь возьмем, давайте. Сейчас ситуация обратная, и инвесторы говорят, нет, а давайте мы лучше будем играть на своем рынке, тем более все равно основные деньги это американские деньги, на мой взгляд. Поэтому мы видим, что американские рынки стоят близко к историческим максимумам. Но при этом стоят. Да. А российский рынок, ну, сами знаете, где. Видел. Леш, ты что по этому поводу думаешь? Завтра же не перерулся вообще, как у тебя ожидания? Знаете, мне все-таки кажется, что в последнее время даже американский рынок, наверное, не столь сильно реагирует на статистику. Здесь, собственно говоря, ну, в текущей экономической ситуации статистика, на мой взгляд, палка в двух концах, да? То есть, вот, как бы, там, ситуация, да, ситуация, типа, чем хуже, тем лучше. Вот, когда там ждали, допустим, КУИ, да, собственно говоря, не понимали, как реагируют на статистику, потому что, вроде бы, хорошая статистика, значит, Федрезерв подождет, да, там, нормально, там, занятость растет, рабочие места создаются, плохая статистика, отлично. Извини, пожалуйста, ну, согласитесь, вот была некая идея, может быть, она и надуманная, но была идея, правильно? Хорошая статистика, значит, Федрезерв не будет КУИ-3 запускать. Значит, мы будем вот так себя вести. Ну, а, как бы, да, только с точки зрения рынков, там, уже, как бы, инвесторы начинали имитации, большинство-то, в общем-то, хотело, там, может, плохой статистики, но за тем КУИ-3, хотя, как сейчас показала практика, не так сильно это помогло, но тем не менее, да? То есть, сейчас, в общем-то, опять такая ситуация, то есть, в перспективе опять могут пойти разговоры, ведь, да, там, то КУИ-3 в той форме, в которой Федрезерв его запустил, то есть, оно, как бы, там, во-первых, бессрочно, да, а, во-вторых, как бы, вполне может быть, что, допустим, там, на следующем, там, или через заседание, да, там, скажем, собственно говоря, там, это лимит по выкупу, там, вот этих 40 миллиардов, там, будет повышен, тоже не исключено, да, если ситуация будет ухудшаться. Поэтому, опять-таки, то есть, в какой-то момент, ну, вот, здесь все, во-первых, не так однозначно, на мой взгляд, вот, вот, это тот фактор, да, который, может быть, там, не так, скажем, как при здоровой, там, экономической ситуации, там, да, вот, поэтому здесь влияние статистики, конечно, не очень однозначно, я все-таки, вот, мне кажется, больше как-то выборы президентские могут вот расшевелить, опять-таки, инвесторов, да, и, опять-таки, да, то есть, на мой взгляд, не столь важно, кто придет к власти, как важно то, что наступит некая политическая определенность, да, там, отталкиваясь от которой уже можно будет что-то пытаться, там, придумывать и действовать. Логично, да. Нет, главное, определенность в любом случае, наверное, да, все время в поиске именно определенностей. Хорошо, ну, давайте вот порассуждаем на эту тему, пришел кто-то к власти, Обама, Ромни, наступила определенность, кстати, в этой связи стоит, наверное, вспомнить и близость проблем, да, с государственным долгом, решение, точнее, этого вопроса, как они будут решаться. Ну, это будет решаться не через неделю, я думаю, это будет решаться, там, и не через год. Ну, подожди, нет, а рынок не будет рассуждать так? Вот пришел Ромни, да, мы знаем, что через два месяца надо будет вот это вот дело решать, как это будет решать Ромни и как это будет решать Обама, ведь у них, я так понимаю, некие разные взгляды на эти вещи, на пути решения, нет? Ну, у них, в общем-то, много, понятное дело, противоречий, я там, скажем, не знаток точно там экономической программы Обама и Ромни, да, поэтому тут не готов достаточно четко рассуждать, но, в общем-то, там, перед Америкой, там, с точки зрения сокращения, на мой взгляд, сейчас, в общем-то, наверное, это там не самая важная проблема, да, там, которая есть там в американской глобальной экономике, именно американский госдолг, не самая главная проблема, нет, американский госдолг это не самая главная проблема, да, там, которая мешает глобальной экономике и рынку, это вот европейский госдолг, ну, лично меня там заботит гораздо сильнее, к примеру, вот, поэтому, собственно говоря, к тому же в Америке со следующего года, в общем-то, и так это, то есть автоматически у них там запускается программа по сокращению бюджетных расходов, вот, собственно говоря, ну, вот, опять-таки, да, я так понимаю, что там, возможно, некие компромиссы в рамках, там, взаимодействия демократической республиканской партии, как они будут, какие они будут, собственно говоря, ну, опять-таки, здесь много будет зависеть от того, кто к власти придет, то есть... То есть надо наждаться всегда, не ехать еще подождать. Сейчас все это будет, мне кажется, довольно голословное рассуждение, да, то есть не столь... Хорошо, давай вернемся вот к тому, что не дает тебе спать спокойно, это проблема Европы. Ну, я не могу сказать, что мне спать спокойно не дают, мы уже к ним так привыкли, знаете, да. Не, ну, тем не менее, смотри, сегодня прошла информация, что последний транш отложили до 12 ноября, опять они что-то там, значит, не решили. Ну, дадут, они горят своим денег в очередной раз, я думаю, здесь как бы тоже всем все понятно, ну, у них нету выбора. Я поймал себя на мысли, что мы давно, вот я лично, да, не формулировал и давно не слышал от гостей вот эту фразу, проблема греческого долга, давно не слышал. Она уже подразумевается, это уже, знаете, данность, понимаете. Летом, я помню, весною, да, каждой программы, греческий долг, проблемы Еврозолга, а сейчас что-то... Да, еще там 11-й год можно вспомнить. И начало 10-го, когда только все это появилось. Тогда, конечно, это все было свежо и ново, а сейчас, ну, в общем, все понятно. Понятно, что ничего не понятно, и что все это как бы надолго, вот это, наверное, да, то есть вся эта история, а все остальное уже нюансы. Ну, смотри, если ты вот так рассуждаешь, что все это надолго, неопределенность, ну, в пределах там определенных ожиданий останется, неопределенность в пределах определенных ожиданий. Хорошо сказал. То есть тогда и о каких может быть там трендах, да, речь-то, о каких может быть трендах идти? Так и будем, и видим вот болтанку эту, будем наблюдать какое-то время еще. Ну, в общем-то, я с вами согласен, да, то есть с одной стороны там должен, ну, то есть как бы, то есть если так очень там грубо рассуждать, да, там, скажем так, шаблонно там на некий обозримый горизонт, да, то с одной стороны там рынок там будет давить там негатив из экономики, ну, в первую очередь из европейской, потому что быстро там все не разрешится, да. С другой стороны, как бы, чтобы противостоять вот этому негативу, ну, то есть даже Европа, тот же Федрезерв там, ну, те количественные смягчения, которые мы в этом году увидели, я уверен, что это не последнее, потому что в противном случае, как бы, эту агонию продлить не удастся, вот, то есть, а полный развал, ну, в общем-то... Помню, через неделю после запуска КУЕ-3 кто-то из американцев пошутил, что уже все, пора КУЕ-4 запустить. Ну, как бы, все уже готово, КУЕ-3 запущено, да, то есть следующий шаг, поэтому вот эти вещи, они как-то будут там двигать рынок там в другую сторону, да, поэтому вот если из таких соображений сходить, то, наверное, вот как раз некая такая болтанка, то есть однозначно вверх или вниз, там сказать очень сложно, да, то есть вверх вверх с чего, а как бы все не так здорово, да, то есть чтобы так вот прям фронтально расти, да, а как бы вниз, ну, тоже, наверное, нет, потому что будет насыщаться деньгами экономика, все равно деньги надо будет как-то переваривать, вот, то есть вкладывать уже просто, понятно, что в доллар или в евро там никому не интересно, потому что там цена этой валюты, как бы, в перспективе абсолютно не ясна. Кстати, о цене валюты я сегодня обязательно вас спрошу в перспективе. Ну, тоже, да, цена валюты вещь такая, очень относительная. Ну, это понятно. Костя, вот недалее, как вчера, по-моему, да, вчера у нас статистика по Китаю выходила, она, в принципе, в рамке ожиданий, насколько я помню, вписалась, да, там, 50, не помните, 50, 1, что ли, 52 пункта, ПМА это было. Ну, выше 50. Ну, главное, что выше 50, да. И ожидания были такие же. Что можно сказать с этой точки зрения, вообще Китай как себя чувствует? Китай замедляется. Клопнется все-таки. Вопрос на сегодняшний день стоит только один, будет ли это жесткая посадка или относительно мягкая посадка. Сами по себе вот эти месячные колебания, ну, они создают какие-то там всплески активности на рынке, могут создавать. Но в целом, чтобы сказать вот именно с экономической точки зрения, там, как экономист, что да, в Китае ситуация развернулась, мы должны увидеть не меньше там квартала подряд, улучшение ситуации. Роста, роста, стабильного роста, да? Стабильного роста, чтобы о чем-то говорить, потому что все остальное это всего лишь какие-то флуктуации. На мой взгляд... Извини, пожалуйста, сейчас время послушать новости, а потом мы продолжим. Друзья мои, продолжаем, продолжаем программу «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня пытаемся, все же пытаемся, мучительно сегодня, кстати, это происходит у нас, но мы пытаемся, и мы победим, я уверен, найти причины для аппетита к риску на финансовых площадках. Тяжело искать черную кошку в своей комнате, особенно ее там нет когда, да? Боже мой. Ну, что значит, Алексей Павлов, независимый эксперт, кстати, он выступал только что. Еще один гость в студии сегодня, это Константин Комиссаров, управляющий активами Локобанка. Кстати, Кость, я вот сейчас неожиданно подумал, пока новости слушали мы, ты же управляющий активами, тебе же нелегко сейчас, ну, по крайней мере, сложнее, чем Алексею Павлову, поскольку он независимый эксперт. Ну, вы знаете, мы в начале года выбрали, на мой взгляд, достаточно правильную стратегию, мы основной объем денег распределили в облигации, а в акциях работали только с какими-то корпоративными историями, там, второй, третий эшелон, и, в принципе, это позволило, там, сгенерить положительный результат, избежать какой-то большой волатильности. Ну, вот, поэтому здесь я не могу сказать, что как-то особенно тяжел для меня этот год был, потому что у меня и паник селлов я удачно избежал, по той причине, что в марте, как закрыл позицию, все, в апреле так, особенно, там, ничего не делал, кроме, вот, каких-то узких корпоративных вещей. Это говорит о профессионализме, кстати, вот, с сайта финам.ру поступают вопросы, ну, и реплика нашего слушателя, господа, при всем своем негативе, Европа вполне себе подрастает, а наш рынок валится, Леша, в чем же дело? Нет, ну, как бы, там, если мы судим, там, термины одного дня, там, или одного тика, знаете, ну, это очень сложно, там, подогнать макроэкономику под реальные события на рынке. Согласен с тобой. Ну, понятно, что, да, в моменте мы можем видеть все, что угодно, но это не обозначает каких-то устойчивых тенденций, это очевидно. Ну, по факту это объясняется гораздо, да, достаточно просто. Насколько я понимаю, притока свежих денег со стороны, в первую очередь, иностранных фондов, они традиционно определяют погоду на нашем рынке, нету. Есть, скорее, слабые оттоки. Более того, мы видим, что по итогам этого года несколько очень крупных фондов, которые, там, работали в России, там, чуть ли не с 95-х годов, просто распродавали свои портфели полностью и уходили. Не видят тем, не видят идей. Все остальные вещи сосредоточены, там, буквально в пяти наиболее любимых западными фондами бумагах, которые, каждый из них стоит на исторических хаях. Вот и все. Все остальное, насколько я вот так сужу из-за разговоров там с коллегами по цеху, люди либо держатся индексной стратегией и предпочитают вообще ничего не делать, потому что у вас нету, как бы, рыночного риска, вам главное не оказаться хуже индекса. Люди не перекладывают деньги из одной истории в другую, не приходят свежие деньги под какие-то новые истории. И потом, давайте не забывать, что в прошлом году всех очень сильно разочаровали в энергетике. Это структурные вещи. Когда у вас в пятых, шестых, седьмых годах сюда заходили миллиарды долларов, формировались специальные фонды под эту историю, заходили очень длинные, серьезные инвесторы с большим горизонтом и их вот так взяли, в какой-то момент расстроили очень сильно. Вот, все это не создает то, что, знаете, таким термином инвестиционная привлекательность, про нее очень много говорят. Но только говорят. Но только говорят. Опять-таки, посмотрите последние комментарии господина Сечина по вопросу ТНК-БП. Ведь, если я ничего не путаю, лейтмотив был такой, что у нас свои акционеры и миноритарные акционеры ТНК-БП нас, ну, мягко говоря, не особенно сильно волнуют. А теперь давайте поймем, что у некоторых очень крупных фондов с западными деньгами это основная позиция в портфеле. Что может произойти в этом случае? Что происходит? Что они будут после этого брать? Газпром, который объявляет какую-то мега новую супер дорогостоящую программу. Я последнее, что из этой ситуации видел, это Shell строит платформу, которая будет плавать, добывать газ, тут же его регазифицировать и отгружать на танкеры. Мега супер проект. Но Газпром по стоимости почти в пять раз переплюнул эту, такую игрушку. Видимо, платформа будет в Ледовитом океане плавать. Будет атомоход одновременно, но еще будет морской фусеный прокладываться. Труба будет на магнитной подушке парить. Гигантомания это наша болезнь. Чего до мировой техники. Это наша гигантомания. Так, у нас есть звонок, давайте послушаем. Владимир, добрый вечер, говорите, вы в эфире. Да, добрый вечер. Космическая у вас тема как-то пошла. Да, да. Чуть-чуть сюда, на землю. Вот евро-доллар, Олег, может быть, к вам даже вопрос большой. На недельных там, вот, подтвердители, флаг нарисован, но должен же он выстрелить вверх, куда-нибудь, на 34. На недельных свечках 8,80 где-то прикупился, стоп 28,20. Эвергенции в левках вроде нету. Разочаруйте или вот подтвердите, если такой вопрос. Спасибо, Владимир, я пользуюсь. Спасибо. Ну, давайте флаг на недельных графиках евро-доллар, Леша. Знаете, ничего не могу сказать про флаг, могу этот флаг передать. Размахивать флагом не будем? Я думаю, Константин тоже не знает, о каком флаге речь. Ну, раз нарисовался, значит, должен выстрелить. Значит, должен. Хорошая позиция. Не, ну что, стоп-лосс стоит, поэтому тут что гадать. Понимаете, тут есть небольшое такое непонимание адептов технического анализа. Технический анализ не дает прогнозов. Технический анализ дает руководство к действию. Вы увидели сигнал, вы действуете ровно по своей стратегии, ставите стоп-лосс. Но технический анализ не дает вам возможность прогнозировать будущее и сказать, что это вот куда-то так. Этот сигнал может реализоваться, может нет. Соответственно, вот... Сторонники волны лёта бы... Многие просто адепты технического анализа, они вот этот очень важный нюанс не понимают. Да, да, да. Я понял. Не, абсолютно я согласен, да, Владимир. Вот грамотный, абсолютно грамотный ответ. Я, кстати, сейчас, извините уж, поддался искушению, открыл недельный график пары евро-доллар и, собственно, пытаюсь нарисовать флаг. Ну, и даже если вы увидели этот флаг, то всё равно сигнал получишь вы только... Ну, исходя из того, что Костя говорил, я ещё раз говорю, с ним согласен. Если вы видите отработку этого сигнала, вот пробой 1.30 с полтиной только даёт вам такой сигнал, чтобы покупать на то, чтобы ждать движения вверх. А сейчас вы входите в позицию, непонятно почему. Собственно, сигнала-то ещё и нет. Ну, да ладно. Я знаете, что думаю, Олег, полуфлага? Вот если кажется, что это флаг Евросоюза, я бы на евро стоял. А если всё-таки это полосатый матрас, то, наверное, на доллар. Видите, это ещё одна, да, замечательная такая добавка к теханализу. То есть сейчас, да, графический анализ будет включать в себя не просто определение флага, а ещё и флага какого государства. Конечно, да. Если это американский... Внутреннее воображение инвесторов. Да-да, он не будет фигурой продолжения, он будет фигурой разворотов уже в данном случае. Так, ещё один вопрос. 2 октября Центральный банк Российской Федерации влил ликвидности на 42 миллиарда рублей, компенсируя отток капитала из Российской Федерации. Ну, вот такая информация у нашего слушателя Виталия. Что теперь будет с рублём в этой же статье? То есть он статью просто прочёл какую-то, ему там сказали, что вот была такая история. Статью 38, пункт второй. Ладно, Лёша, я понимаю, что ты независимый эксперт, но он же не до такой степени. И в этой же статье, пишет Виталий, даётся ответ, что будет с рублём. Да, даётся ответ. 22-23 рубля за доллар. И далее, я так понимаю, крик души Виталия. В долларе почти всё у меня. Помогите. Ну, я могу только сказать, я пока как бы не вижу. 22-23. 22-23. Мне кажется, тоже. В обозрительной перспективе. 32-33, другое дело. Так что можно спокойно. Те же самые циферки заметь, да? Вот, да. История другая. То есть то, что ЦБ вливает деньги на наш рынок, он никакой отток не компенсирует. Просто сейчас такой механизм поддержания межбанковской ликвидности, собственно говоря. Ещё год назад даже, может, чуть больше. Центробанк активно занялся ужесточением, в общем-то, ситуации с ликвидностью. Ну, в первую очередь, то, что касается российских финансовых институтов, то есть фактически сейчас ЦБ просто полностью контролирует то, что происходит с ликвидностью. И вот за счёт предоставления денег банкам различной операции, там, вот, овернайт, там, аукционы и так далее, вот, он просто полностью фактически контролирует ситуацию с ликвидностью, которая сейчас там далеко не самая лучшая. Так что, в общем-то, тут как бы спокойно к этим цифрам относиться. С тем оттоком, о котором, опять-таки, ну, говорят, это большой связи не имеет. Ну, и, соответственно, да, вот этот курс, который там кто-то спрогнозировал в статье, которую Виталий прочёл. Ну, я, честно говоря, я, конечно, очень хотелось бы сглюнуть себе об одним глазом, но мне кажется, в общем-то, там довольно много ахиней должно быть, если там люди рисуют такие цифры, особенно в какое-то ближайшее время. — Неправильное указание цифр ведёт к сомнению в правильности сделанных выводов. Дело в том, что ЦБ вливает 2,5 триллиона. — А там было сколько у него? — 40 миллиардов. — 40 миллиардов. — Нет, ну это несопоставимые вещи. — Ну, вот как бы через различные инструменты, в основном через инструмент междилерского, межбанкского репо. Ну, это я с Алексеем согласен, он всё правильно рассказал. — Не имеет отношения, да, никакого к курсу рубля в данном случае? — Ну, это имеет локально, когда конец налогового периода, банки вынуждены платить налоги, там НДПИ, всевозможные акцизы, создаёт повышенный спрос на рублёвую ликвидность и на рубль. — Да, 23 рубля. — Ну, это, знаете, это внутри месяца некие такие статистические колебания, 23, ну, если нефть мы увидим, 200, да, будет рубль 23 стоит. Если такого не произойдёт, то вряд ли. — Лёша, я посмотрел на тебя, нефть 200, да. — Ещё один вопрос от Юрия. Уважаемые гости, не думаете ли вы? — Думаем. — Всё, всё. — Попытаемся. — Иногда. — Шутка, шутка. Уважаемые гости, не думаете ли вы, что государству пора выходить на поддержку рынка? Какие усилия прилагаются управляющие, какие усилия прилагают управляющие активами, чтобы вовлечь народ в пирамиду, о, браво, браво, Юрий, чтобы вовлечь народ в пирамиду под названием ММВБ? Иначе скоро все аналитики останутся без работы. Ну, это такая шпилька, видимо, да? Лёш, давай, покой, кто-то независимый. — Мне кажется, здесь только должны усилия не управляющие, да, там, а СЛЗ прилагать. Управляющие пытаются как-то управлять, а не вовлекать. — Ну, да. Ну, понятно, Юрий. Во-первых, я сразу к вам апеллирую, да, откуда у вас такой, ну, так мягко говоря, своеобразный взгляд на эти вещи. Почему вы считаете, что фондовые биржи — это некое подобие пирамиды? — Нет, почему государство должно поддерживать, собственно говоря, отношения. Была одна история с вебом уже в свое время, я как бы не думаю, что... — Нет, 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 это разные вещи. Ну, вот, что ж, я сейчас по поводу пирамиды. — Если позвольте, я свои пять копеек добавлю. Дело в том, что, судя по всему, такие усилия прилагаются, но только более крупными игроками рынка, потому что мы видим, что ряд достаточно таких сложных бумаг был включен акций в ломбардный список ЦБ, под них предоставляется ликвидность. Я, наверное, не буду называть имена, кто интересуется, может разобраться. Практически во всех этих историях у основных собственников пакеты зарипованы. И выглядит это именно как еще один источник как бы поддержания... — Ликвидности, да? — Ликвидности своих акций, чтобы не получить состояние маржин кола. И второй момент. Периодически возникают идеи, что да, вебу надо заходить в рынок, но я так понимаю, что это тоже лоббируется достаточно крупными нашими игроками рынка, подзавившими в ряде позиций. Поэтому такие попытки, судя по всему, происходят, но они идут где-то за кулисами. Я не уверен, что это функция государства. Скорее, это функция компании осуществлять какие-то байбэйки и поддержку своих акций. Но мы это видим практически весь этот год по каким-то таким историям. — Ну и правильно, Леша еще вспомнил, да, восьмой год, когда руками веба, собственно, сдерживали эту падающую лавину. — Ну да, но там, в общем-то, конечно, была несколько другая ситуация. Вот, наверное, все-таки. Все было там плохо и было резко плохо. — Плохо и резко плохо. Ладно, все у вас сегодня плохо. Давайте слушать новости. Единственное хорошее на Финам.ФМ. — Итак, в Москве 99,6, в Москве 18,47. У нас осталась последняя часть программы. Мы сегодня говорим о Турбаке, о том, что может принести оживление на рынке, повысить аппетит к риску. Ну, в общем, практически ни на чем не сошлись еще. Но это нормально. Напомню, в гостях Константин Комиссаров, управляющий активами Локобанка, и Алексей Павлов, независимый эксперт. Предлагаю отвечать на вопросы, один из которых звучит так. Хотелось бы узнать ваше мнение ваших гостей по золоту. Леша. — Ну, я по поводу золота оптимистично настроен. — Ну, слава богу, боже мой, надо с этого было начинать мне. Это первый вопрос, кстати. — Ну, а что же вы все молчали? Я постеснялся, так сказать. — Понятно? Подвести. — Ну, собственно, да, причина банальна. Я, может быть, скажем, не жду, что оно вырастет в небо до конца года 2000 или 2500. Но мне кажется... — 2000 — это не такое уж и небо, так между нами. — Ну, до конца года это нормально было для золота, судя по тому, что это не очень волатильный актив в целом. Мне кажется, здесь не будет, то есть здесь как бы достаточно сильная поддержка, вот не будет никаких просадок, да, то есть вероятность там того, что он будет там 2000, там по сравнению с 1000, там, грубо говоря, да, все равно там на порядок выше. Ну, опять-таки, да, там причины банальные. — Ну, до 2000 ближе, чем до 1000, начнем с этого. — Ну, хорошо, давайте там порно сделаем 2400, там, да, вероятность на порядок выше, чем там 1000. Вот. Ну, собственно говоря, да, то есть первая, там, наверное, банальная причина — это, в общем-то, то, что включены, ну, в Америке печатный станок уже давно работает, Европа движется по тому же самому пути, вот, а золото печатать невозможно, как, в общем-то, и другие драгоценные металлы. Основной спрос в золоте — спрос инвестиционный, поэтому, помимо просто инвесторов каких-то ETF, да, через которые инвестиционный спрос может быть реализованы, золото напрямую покупают в Центробанке, а, например, если посмотреть вложения Центробанков, да, то есть можно заметить, что самые большие резервы, понятно, сейчас золотовалютные — это у развивающихся стран. Но в этих резервах очень невелика доля золота, там, как раз в основном различные, там, скажем, валюты, ну, точнее, инструменты номинированные валюты, да, там, алятрижеля, бундусы и так далее. Вот. Поэтому, в общем-то, с точки зрения, так сказать, управления своими резервами, то есть это было очень дальновидно, что, собственно говоря, развивающиеся страны делают. Они, в общем-то, там, при возможности, там, стараются долю вот эту вот повысить, да. Ну, то есть опять можно теоретизировать, чтобы было на рынке золота, там, если бы Китай, там, решил, там, увеличить свой запас, там, жалких, там, пару процентов, там, до 10 и так далее. Ну, как бы, понятно, о чем речь. Я думаю, что просто в текущих условиях инвестиционный спрос на золото, он все время будет достаточно высоким, вот, просто потому, что, как бы, деньги особо уже никого не интересуют, да, и надо резервы размещать, ну, и, в общем-то, инвесторы тоже, как бы, будут его, этот металл покупать. Поэтому я на золото смотрю, как бы, хорошо, если, там, есть, как бы, там, необходимость на какое-то долгое время, там, куда-то, там, запарковать свои деньги, там, наиболее надежные, то, может быть, золото, это и есть, там, один из наиболее надежных инструментов сейчас. Но до конца года 2500 ты не видишь, тем не менее? Я думаю, что вряд ли. Две бы получить, и то тоже. И то тоже вряд ли. 2500, это, это такой паник сел должен случиться на всех остальных рынках. Это такой, как раз, уход от рисков. Не, ну, если до конца года, а если, там, скажем, там, на горизонте, там, там, двух-трех лет, почему нет? Ну, это понятно, но тут другое. Кость, ну, в целом. Ну, не, в целом я согласен, тут сложно поспорить. Ну, хорошо, ладно, сложно поспорить, никак я вас сегодня не стравлю, извините, поспорить. Спорить не будем, но давай до конца года. Сколько ты видишь золота до конца года? Я, честно говоря, не занимаюсь вот такими предсказаниями. Я считаю, это немножко непродуктивное занятие. В целом, с логикой рассуждений коллеги я полностью согласен. Вопрос, как все это будет происходить, это уже другой момент. Хорошо. Так, 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 ну, вопросов по существу нет. Есть некие рассуждения, размышления. Я их не буду озвучивать в прямом эфире. Мы и сами можем поразмышлять, порассуждать. Тогда давайте вот о чем поговорим. Ну, бог даст. Позади выборы в Соединенных Штатах Америки. Бог даст. Проблемы в Евросоюзе. Евросоюзе, ну, если не решились, то каким-то образом вновь отодвинулось это решение. Ну, по крайней мере, мы видим. Именно так власти Евросоюза сейчас сражаются с проблемами. Они их отодвигают. Более того, да, проблема даже государственного долга Соединенных Штатов Америки, ну, через известное количество времени, тоже разрешена. Что дальше? Дальше счастья. Вот. Наконец-то. Давай. Вопрос вот этого времени. Очень сложно спрогнозировать. Не, ну, подожди. Через какое время? Ну, когда будут выборы понятны? Выборы понятны. С выборами-то все понятно. Вот. Уже проблемы госдолгов, здесь как бы история довольно длинная. Ну, 2-4 месяца ты сам назвал. 2-4 месяца. Ну, знаете, допустим, вот у Америки, там, где-то после войны, в конце 40-х годах, у них соотношение госдолга КВП было 140%. И где-то только к началу 80-х, по-моему, и там до 30 или до 20% это снизили. Сколько лет на это ушло? Да. Ну, допустим, хорошо, там, нам не надо до 20, да, хотя бы, там, тренд преломить, назад вернуться. Все понятно, что тут, как бы, речь о годах идет, а не о каких-то, там, решениях и квартальных результатах. Вот, поэтому... То есть счастье мы увидим, но не скоро. Ну, если с этой точки зрения, то да, то есть не скоро, а вот, может быть, что-то другое, ну, не знаю, пока сложно, 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 сложно придумать, к сожалению, так много всего неприятного, что как-то вот, ну, только что-то, знаете, так... Я помню, кто-то из коллег, я, к сожалению, не вспомню фамилию, о новой парадигме все время говорил, то есть мы сейчас живем вот в некой, да, такой действительности, которая себя изжила уже, по сути, да, ничего не меняется, перспектив никаких, и печатание денег, и все, что там уже придумано, не действует. Надо перейти на новые... Кстати, печатание денег, это вещь довольно новая, в таких масштабах, скажем прямо. Ну, в таких масштабах, может быть. Нет, ну, понятно, что там американцы, они там еще с военных времен там постепенно что-то подпечатывали, но вот так вот там, как они начали, это там, с Куи-1 своего знаменитого, да, то есть такого не было, то есть. Так что это, наверное, там суперновая парадигма, еще не очень понятно, что там, что из всего этого получится, на самом деле. Да-да-да. Хотя теории тут тоже есть там масса. Например? Ну, что все будет хорошо, это поможет создать рабочих мест, или что все это обернется там гиперинфляцией, там полным крахом, ну, две крайние версии, да, и между ними полный спектр. Да-да-да, два пути выхода, да, из кризиса, Кость, ты как видишь? Не знаю, я, наверное, не возьмусь давать такие какие-то рекомендации макромасштаба, я, может быть, еще раз подчеркну свою точку зрения. Что касается американских рынков, мне кажется, очень вероятно, что будет протестирован максимум седьмого года, скорее всего, на горизонте где-то до полугода. По идее, там должна возникнуть некое состояние эйфории, а после этого... Извини, пожалуйста, состояние эйфории, когда оно, и на чем оно должно быть? Ну, обычно на максимумах возникает, неважно на чем. События не важны какие, да? Неважны абсолютно, любое событие будет притянуто за уши, вот, да. Дело в том, что тренд определяет восприятие новостного фона, и только какие-то макро-глубокие процессы формируют этот тренд. Не нужно тут думать, что там кто-то что-то скажет, там пройдут какие-то вещи, это что-то произойдет, ничего подобного. Новость мы сами сегодня обсуждали, может быть, воспринято и так, и так, но это зависит исключительно от фазы рынка. А вот что дальше, это большой вопрос, потому что после тестирования максимум всегда возникает угроза очень сильной коррекции. И на горизонте следующего года, ну, что касается американских рынков, конечно, она может быть просто сногсшибательной. Ну, вот это вот, как бы, мое видение, наверное, на год вперед. Даже на год? Да. Что касается, это вот именно по штатовским вещам, по нашим, ну, какие-то отдельные идеи, да, они будут пользоваться спросом, как мы обсуждали. Что касается в целом рынка, ну, это боковик, он и есть боковик, тот же «Газпром», он и год назад стоил, там же и два года назад, и два с половиной. А ВОЗ, он и не там. Вопрос в том, что здесь надо просто пытаться где-то покупать ближе к низам, продавать где-то туда ближе наверх. Вот и все. Тут ничего другого не придумаешь. Ну, искать какие-то корпоративные истории, наверное, которые идут против рынка, какие-то байбэки, истории, где мажоритарии заинтересованы идти в той же самой лодке с минорами. Но, к сожалению, таких становится все меньше и меньше истории. Ну, вот больше ничего, наверное, сказать особо и нечего. Я понял. Ну, в таком случае времени не так много, я еще один вопрос, одним вопросом вас помучаю, у меня ощущение, что я вас мучаю, сижу целый час, вы замучены. Давайте про нефть поговорим немножко, и причем опять не в плане того, да, как он будет стоить, что будет с рублем, там, с индексом РТС. Это все более-менее понятно. Что может случиться на рынке нефти после того, как, а, опять я вернусь, да, выборы в Соединенных Штатах Америки случатся, и, б, я так понимаю, новые, да, или новые старые власти Соединенных Штатов Америки будут вынуждены, наверное, решать проблемы Ближнего Востока. Леш. — Знаете, Америка уже давно пытается решать проблемы Ближнего Востока, и чем она их энергично решает, тем дороже становится нефть, потому что ситуация там усугубляется. Понимаете, поэтому с точки зрения нефти будет замечательно, наверное. — Ну, то есть 200, да, Костя говорил про 200? — Ну, 200, 200, нет, я, конечно, тут утрирую, понятное дело, но вот, собственно говоря, на мой взгляд, единственный фактор, да, или основной фактор, который сейчас поддерживает ситуацию с ценами на нефть, это как раз фактор Ближнего Востока. — Потому что реально, как бы, потребление нефти сокращается в той же Америке, там, запасы, там, на рекордных уровнях, там, бензина и так далее. — Минимальных, минимальных. — Максимальных. — На максимальных, на рекордных уровнях, да. То есть не расходуют, не успевают расходовать. То есть с этой точки зрения, конечно, все не в пользу нефти, но вот этот вот конфликт, этот клубок, который там завязался уже полтора года, там, или сколько, на Ближний Восток, там, Северная Африка и так далее, вот, это то, что, как бы, создает такой некий сентимент, за счет которого, мне кажется, нефть там довольно крепко держится, а, как говорил товарищ Сухов, в Восток дело тонкое, мне кажется, вся эта заваруха там еще довольно долго прозлится. Будут там американцы туда лезть, не будут они лезть, там, как бы, ну, собственно говоря, их влияние там уже, мне кажется, оно, может быть, никогда особо большим не было, но сейчас они стратегически, мне кажется, там все уже проиграли. — То есть именно поэтому они не будут, да, там, расставлять? — Да нет, они, ради бога, ну, тут уже процесс запущен, знаете, они там, скажем, инициировали, допустим, там, вот. Ирак они, когда убрали, да, то есть некую там вот эту вот кашу, там, поднялся Иран, ну, например, с такой, если с точки зрения посмотреть. Все, каша была заварена, они детонатором выступили. Теперь будут они туда лезть, не будут, там уже без них все будет, как бы, хорошо для нефти, если так можно сказать. — Кость, ты что видишь? — Я вижу, что равновесный уровень — это 100 долларов по бренду, этот уровень устраивает все стороны, при этом, да, если не забывать, что в Америке цена ближе к 80, и это тоже устраивает все. — И Мишлайсвит ближе к 80. — Да-да-да-да-да, это возникло именно в результате перепроизводства и неких ограничений транспортной инфраструктуры, но в итоге мы видим, что, допустим, те же самые американские НПЗ, там, у них крэкспреды, там, в три раза выше, чем в Европе, которые, по сути дела, там, многие чуть ли не на грани банкротства находятся. — Поэтому, я думаю, с точки зрения бренда надо понимать, что цена будет где-то равновесно ходить выше 100. Будет, мы вот с прошлого раза, когда встречались, мой аргумент был, что... — Кость, извини, пожалуйста. Ну что ж, я благодарю за внимание, я благодарю вас, уважаемые гости.